Так, короче, несколько раз чатик спрашивал, сейчас я спросил, типа, интересно ли, чтобы я что-то рассказал, находясь в доме Неда Фландерса в том самом, и вижу три плюса, поэтому давайте затравлю. Значит, сама модель отношений такая, как у Хованского. Я уже ответил несколько раз на стриме, отвечу на запись еще раз, что мое отношение такое, что если все так, как он ее сказал в том своем видео, отвечаю поехавшим феминисткам, что у него такое желание так, типа, вести отношения, и он об этом в самом начале рассказывает, и об этом ведутся какие-то, так сказать, договоры, переговоры и прочие дела, тогда, ну, короче, мне кажется, это тупая достаточно модель. Но, типа, так никому никакой вред не наносится, и, соответственно, если Ховану вот так хочется, то, милости, как говорится, пожалуйста, прошу. Вот. Более того, на самом деле, ну, типа, даже не один процент, на самом деле, девиц, которым нравится патриархальная модель отношений, то есть есть те, ну, даже наоборот бывают, как бы там женщины, короче, которые неистово состоялись как какие-то самостоятельные единицы в жизни, там, в какой-то карьере, еще в чем-то, и то есть они и сами по себе могут прекрасно справляться, но им даже более нравится, что, ну, или им так привычно из-за того, что у них в семье так было, и там, ее так, допустим, научила маман, если в семье при этом все было всегда хорошо и счастливо, то она перенимает этот пример и тоже хочет, чтобы ее семья была такой же, то есть что вот, типа, нет, все, значит, с мужиками не спорим, мужик прав, к нему подход такой-то, если хочешь что-то втереть, то это делается так-то, ну, то есть, я не знаю, даже посмотреть там, как это называется, всякие, блин, школы гейш, там, я не знаю, еще какие-то приколдессы, это же целое искусство, на самом деле, для женщины, так, как бы, приссать в уши мужичку, чтобы у него осталось ощущение, что он принял решение, что он прав, что все заебись, что он, как бы, главный и крутой, но при этом, по сути, ему можно, если по уму и грамотно это делать и уметь, свою какую-то идею, мысль или какую-то еще хуйню навязать, и многие женщины так и делают. Блядь, я не знаю, там, какого-нибудь сраного байгужина даже можно открыть, но, по сути, вот, рассказывает телеги как раз примерно про то, как это все делается, то есть, как быть вот этой самой, блядь, женщиной, которая не работает, которая находится, как бы, в патриархальной модели, и которая при этом и счастлива, действительно, и... и все. То есть, эта модель сама по себе, как таковая, она имеет место быть, она имеет право на существовать, есть многие женщины, которые счастливы. Другой вопрос, что мне кажется, сложно найти, блядь, пересечение, то есть, потому что у Хавана требование это пиздец, ему одновременно нужна вот такая, типа, девица, и при этом она должна быть, короче, 45-килограммовая, утонченная какая-то, то есть, просто что-то невероятное, ну, и при этом совершеннолетняя, и при этом еще и желательно, чтобы она была, там, 45-килограмм не потому, что она, короче, карлица какая-нибудь хреновая, да, а, ну, короче, суть в очень тонком, типа, ну, короче, в каком-то таком тонком телосложении. Просто, насколько я имею представление, обычно такое телосложение, ну, типа, у девиц, соответствующих каких-то взглядов, не знаю, на жизнь, на фигуру, там, философии всего этого, и плюс еще и генетики. Обычно, типа, идеальная, блядь, хуевая мысль формулирую, пиздец, но я надеюсь, сейчас вы поймете. Как мне кажется, вот у меня такой стереотип, что женщины, предпочитающие патриархальную модель существования, среди них гораздо реже будут встречаться супер худющие какие-то невозможные просто спички, чем среди как раз вот таких вот, короче, там, то ли полуфеминисток, то ли чего-то такого, то есть, потому что это все равно, ну, то есть, чтобы быть такой худющий, нужно как-то угорать по какому-то правильному питанию, по каким-то более современным таким вещам, по каким-то там, по моделям, не знаю, по желанию быть одной из таких моделей, то есть, по, может, какому-то спорту, не спорту, а это все равно уже, ну, как бы, другую психологию развивает в человеке. То есть, вот быть вот такой, типа, суперспичкой еще и ради того, чтобы быть при этом... Короче, вы поняли, быть с одной стороны спичкой, что чаще у таких индивидуальных, как бы, да, женщин, у таких вот личностей самодостаточных, и при этом вот как бы быть, блядь, частью патриархальной модели. То есть, вот эти два пересечения охуенно сложно будет найти, мне кажется. И, собственно, насколько я по-хованскому понял, он так ничего и не нашел такого, чтобы это надолго прям было с ним. То есть, может, что-то там было, но рано или поздно все шло по пизде. То есть, я думаю, ну, возможно, этого просто не существует. Либо существует, но до поры до времени. С другой стороны, это, может быть, и не самый худший вариант, типа, когда ты, блядь, какой-никакой, типа, там, алкаш-не алкаш, но все-таки популярный видеоблогер, 4 миллиона подписоты, в принципе, харизматичный, веселый, забавный чел. Раз, типа, в 5 лет, как, блядь, как чуваки машину меняют себе. Вот он также может себе Машу менять. Раз в несколько лет. Ну, ХЗ, собственно, блядь, надеюсь, что как-то, блядь, ему получится там счастье какое-то замутить и какие-то компромиссы, хуисы найти. Так, насчет компа, еще, значит, был вопрос, насчет компа. Бля, я хуй знает, если честно. Типа, странно себя, в любом случае, странно себя ведет, короче, Маша Нелюбова. И если бы с ее стороны не было наездов на какую-то вот эту новую телку с выкладыванием ее, там, страницы ВКонтакте у себя в телеге, потом удаление этого, куча голосовух тоже в ее телеге, и потом удаление этой... Блядь, или не удаление, я не пойму. А, нет, вот они все здесь остались. Что за хуйня? А что у меня залаги такие были, блядь? Очень странно. Не, не удалено. Ну, короче, тогда в любом случае вот куча какого-то вот этого, ну, прям максимального ковыряния в грязных трусах, просто непонятно с какой целью и ради чего. Ну, какого-то, не знаю, говнизма и хуисосинга. То есть, короче, если бы... Если бы... Если бы она не делала некоторые тупые вещи, типа, там, написать с админкой в чате у Хованского, что Хованский пидорас и хуисос, там, с этими собаками, то есть уже до безумия что-то начинает доходить. Вот если бы она не делала безумные вещи, ситуация была бы, ну, как мне кажется, даже более однозначной и более некрасивой. То есть она могла бы выглядеть, как такая бедная, маленькая, несчастная, грустная, потерянная, значит, обиженная злым тираном и говноедом женщина, которую... Ну, который просто подлец, пусть отдаст комп. Оно так и выглядело, в принципе. То есть у нее есть там какие-то даже, ну, пруфы, ну, даже можно в это поверить, что да, там... Непонятно, блядь, как он сломал комп ребутами. И я скажу, что в любом случае Хованский пиздец, какой просто стыдный крохобор. У него какой-то явно, блядь, в этом смысле, скорее всего, от родителей комплекс. То есть на тему трат электричества. Типа, блядь, сколько ёбаного электричества включенный комп сжигает. Типа, сколько, блядь, там, 200 ватт в час? Да ну в пизду. То есть быть даже в ситуации с Хованом сейчас, хотя это ком был включенным, насколько я помню, до всей посадки и всей хуйни. То есть все счета работают, все в порядке. Блядь, одна рекламная интеграция стоит там безумных каких-то сотен, блядь, тысяч денег. И все пизда-то, блядь. Ну, типа, блядь, денег не настолько мало, чтобы пусть даже всякая хуйня со тратами на электричество будет, типа, не 20 тысяч там коммуналка выходить, а 25, ну, типа, не 10, а 15. Насколько ёбаным крохобором надо быть, вот чтобы, ой, блядь, чё он включенный стоит, пойду выключу. Нахуй вообще, в принципе, выключать компьютер. Это вообще не надо делать. То есть это просто вот дебильная доёбка чувака с какими-то комплексами, которого родители в детстве заебали, типа, выключай, блядь, свет, хули ты оставляешь, электричество сжёшь. Тогда для бедной семьи 5 тысяч рублей было важно. Сейчас от этого, то есть эти дебильные привычки, они на всю жизнь остаются с людьми. То есть кто-то не может не доесть еду, если он начал её есть, потому что в детстве его родители заебали, что доешь, блядь, со стола не вставай, пока не доешь. Кто-то не может... Это нам известно, но не надо, блядь, тут втирать. Значит, кто-то... Ещё какие-то вот эти вот... Это просто хуйня, остающаяся с детства. Это огромная тупость. И в любом случае, как бы там ни было, то, что Хован выключал комп, девицы своей, это просто стыдное крохоборство. Вот в любом случае. Насчёт того, типа... Ну, не знаю, спалился ли тот её комп, не спалился ли, обещал ли он ей именно новый компудактер, не отвлекай меня, пожалуйста, женщина. Чё ты меня слушаешь, что-то? Надо это... 51 на 49, не мешать. Я хочу слушать. Вот, короче... Блядь, ты отвлекаешь меня в итоге, и всё, я в смысле сбился, и всё, пизда. Ты говорил насчёт того, что... Да не надо, блядь. Ну, короче, не надо так делать. Вот ты так делаешь, всё, я в смысле сбился, и всему пизда. Не надо, блядь. Зайди на стрим в телефоне, и там слушай. Правда, ну, не нравится. Блядь. Так, значит... Свет выключай, чай допивай. И завыкину... Ну, короче, вот, получается, это твоя хуйня у тебя в голове какая-то. Чё ты так с девушкой разговариваешь? Как я, блядь, разговариваю? Ну, типа, ещё раз. Меня отвлекает вот эта хуйня, пиздец. Серьёзно. Меня донат может в смысле сбить. Я и так хуёво что-то формулирую. Вот. Даже как тебе повезло с Моисеем. Да Моисей вообще замечательный. Моисей... Моисей по-другому, в принципе, блядь, выстраивает отношения. Короче, я что-то видел, ну, какие-то переписки, которые она показывала, и пруфы, то есть то, что, ну, как-то мега по-уебански и по-мудацки, в принципе. Что-то ей Хован писал прям тупую хуйню откровенно. И вроде как комп он этот ей обещал. Но, блядь, она дико всё и засрала тем, что потом начала что-то писать про пидорасы хуесос, какие-то фотки с собаками сливать. пиздобол выходит, кто такой, блядь, хованский, пост с фоткой, то есть вот это вот всё, наезды на эту девицу. доиграешься. Блин, я не могу найти вот пруфы, блядь. Пруфы именно того, что этот комп, короче, был обещан ей. Есть, короче, спецификации, которые... Вот, то есть... Вот этот. Так. Но здесь есть только пруфы, что она... В качестве пруфов то, что она кидала... спецификации хованскому. Но я не уверен, что это как бы... Это даже не совсем крепкие пруфы, непонятно. Странная хуйня. Короче, всё... Всё было бы более... Ребят, ГГ, Патриархат. Блядь, ну при чём здесь Патриархат? Это ебать. Я работаю, нахуй, стримлю. Мне надо не мешать. Меня отвлекает, блядь, любая хуйня, любое движение, блядь, вокруг меня. Мне даже не нравится, когда свет... Если у меня дверь, допустим, открыта в Изорум, то мне не нравится, когда свет горит, потому что у меня... Не потому что меня парит, что электричество сжигается, а потому что он меня просто, блядь, напрягает. Отвлекает, короче, от нужных мыслей. ХЗ, может быть, с компом так же? Ну, блядь, с компом можно монитор выключать или можно, блядь, там в ждущий режим его отправлять. Моисей так... Моисей пиздец под каблуком, блядь. Вообще, нечего мне даже рассказывать тут. Вот. Соответственно... Соответственно, блядь. Короче, да, еще раз. Я не против любой... любой системы отношений добровольной между двумя достаточно взрослыми людьми. Моргни два раза, если приехал к Даши на фид, попал в рабство. Не, не буду моргать два раза. Ну, как бы... Эта история похожа на правду. В ТГ, да, я видел, что было. Я послушал. Ну, блядь, у Маши пиздец дохуя всего там, блядь. Я поленился, если честно, вслушиваться. Может, потом послушаю. Хвана тоже дохуя пиздец в этих голосовух, но я уже соскучился по его сранью в телеге, поэтому послушал, что он там рассказывал. Я в рабство попал, пишет Даша. Дефект. Такое рабство, что, блядь, я пытаюсь забайтить на стрим совместный уже сто лет, и никак мы его не сделаем. Охуенное, блядь, рабство. В чем вопрос был про плюс или минус? Травить мне вообще вот эту хуйню про Хованского сейчас или нет? Вот в чем был вопрос с трительницей. Так вот, блядь. Насчет компа. Я считаю так. Если бы даже он, типа, не обещал бы этот комп, но если бы Маша не повела бы себя вот так всрато, начиная с того, что там, короче, начала жопой сгорать с каких-то новых баб, показывать их страницы, писать, что пиздобол, пидорас, хуй сос там, ну и так далее. То есть всегда отстойно, когда ты поливаешь дерьмом какого-то своего бывшего человека. Это всегда выглядит тупо, это всегда позорит того, кто поливает дерьмом, потому что ты, блядь, с ним встречалась, ты его выбрала, и ты сейчас говоришь, что он говно. Ну, типа, это ты дура, значит. Типа, что можно сказать? То есть, это как самого себя обосрать. Обсирать, блядь, не знаю, там, своего ребенка, блядь, свою девушку. Это то же самое, что просто самого себя. Или своего, там, бывшего даже ебаря. Это стыдная хуйня, не знаю. Вот. Насчет такой модели отношений. Если, есть полно женщин, которым она нравится. Я не думаю, что есть при этом среди них полно подходящих по, блядь, физическим характеристикам, типа, 45 или около того килограмм. Но, как говорится, флаг в руки, удачи хвану. Это дебильная, я считаю, как бы идея, дебильная модель. Но, ну, блядь, человек, как бы, настолько зажратый, что, думаю, вправе позволить себе вот такую вот, такую хотелку. Вот. Другой вопрос, блядь, насчет компаний. Короче, ну, все, я уже сказал, что если бы, блядь, не было хуйни от Маши впоследствии, то со стороны хвана это было бы стыдное крохоборство. Реально. Ну, отдай ты ей этот комп ебаный. Сейчас уже нет. Сейчас уже в этом нет смысла. Сейчас уже отдавать комп будет тупо. Сейчас уже как бы срач разгорелся и уже все, уже, типа, все, что остается, это сказать, ну да, хован, типа, мудак, ну и все, блядь, ну а Маша тоже мудак. Ну и что делать? Как бы с этим все? Нихуя не поделать. Если бы она не делала бы ебланство, то просто хован бы из-за выключения компа, из-за того, что он зажидел этот, блядь, ебаный системный блок несчастный, я думаю, это было бы, это было бы, ну, дебильное, жадное крохоборство. Просто совершенно такое стыдное отхванастое. Причем, что странно, блядь, квартиру, типа, он ей там оплачивает не против какое-то время, был, по крайней мере. Как-то там, блядь, с переездом то ли помогал, то ли не помогал, то ли хуй знает чё. То есть, такое вот, какое-то у него, блядь, кривожопое тоже понимание о джентльменстве и о прочей хуйне. Ну, для меня, кстати, действительно забавно, что он с доставками еды вот так вот, типа, переживает. То есть, что, ну, это уже она начала просто следующие какие-то трусы грязные на публику выносить. Это интересно, это занятно, но это уже про другое. Но это тоже странная хуйня, типа, блядь, доставка еды ок, надо заказывать, а доставку продуктов нет. Схуяли, блядь. Почему не заказать доставку продуктов, но пусть доставку продуктов, например, встречает та же Маша, ну, возле там подъезда, допустим. Или встречает, ну, короче, блядь, не тащится с магаза, а встречает где-то. Ну, сейчас уже, блядь, то есть, поздно, но, например, какая-то новая женщина-хавана могла бы просто встречать не у квартиры доставщика продуктов, а где-то в пизде. Должна быть какая-то не очень известная, не слитая и так далее. То есть, у него, у меня тоже паранойя, блядь, особенно после знакомства с Оли Роской. И я тоже, блядь, стараюсь максимально, блядь, все, что можно, не полить. Нет, это ж полный пиздец. Все, дохуя уже, блядь, слишком напиздел, слишком полно даже, мне кажется, на все ответил. Не знаю, как подытожить. По итогу, сейчас получается, что, ну, типа, два долбоеба не смогли построить вполне себе выполнимую модель отношений и не смогли как-то не стыдно разойтись из нее. Вот, что-то такое, мне кажется. мне кажется.